Сежеин глядит в полуночь, и влажен Раме Божьим, обрящих дящам. Полтора века назад философ и богослов Алексей Степанович Хомяков писал, «Для России возможна только одна задача – сделаться самым христианским из человеческих обществ. Она определена нам издревле и нелегка, и отрекаться от ее решения мы безнаказанно не можем. Вздумали бы мы быть самым могучим, самым материально сильным обществом? Испробовано. Или самым богатым, или самым грамотным, или даже самым умственно развитым обществом? Все равно успеха бы не было ни в чем». А все потому, пишет Хомяков, что никакая низшая задача не получит всенародного сознания и не привлечет всенародного сочувствия. А без этого успех невозможен. Делать нечего. Россия надобно быть или самым нравственным, то есть самым христианским из всех человеческих обществ, или быть ничем. Но ей легче вовсе не быть, чем быть ничем. Эта мысль подтверждается всем ходом истории, когда наше Отечество вольно и невольно выдвигается в лидеры христианского мира. Пример тому – наши дни, когда Россия возвращается к традиционным духовным ценностям, но это становится одной из причин отдаления от нее Запада. По словам министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, западная шкала ценностей все больше отрывается от своих собственных христианских корней и все менее восприимчива к религиозным чувствам людей других вероисповеданий. Сегодня уже не только для политиков, но и для простых людей становятся очевидными существенные различия в ценностных ориентациях России и Запада, как очевидно и то, что лежат они прежде всего в духовно-нравственной сфере. Христианство и политика – как они связаны между собой? Ответ на этот вопрос нам поможет найти уже современный философ и богослов Владимир Николаевич Катасонов. Для исторической России, конечно, ценности, связанные с христианством, связанные с пониманием жизни как хождением перед Богом, это было, вообще говоря, как бы и аксиомой, но фундаментальнейшей аксиомой. Все христианство пропитывало всю жизнь русского человека. Рождение, крещение, венчание, погребение. Везде участвовала церковь. Все, так сказать, и всякого рода завоевания, например, России, которая все-таки одну шестую часть мира, понимаете, охватила, в конце концов, в рамках своей империи. Они все вообще сопровождались всегда с определенным пафосом миссионерства христианского. Вместе с воинами шли всегда священники. Они несли им на свет христианство. Верховная власть России, царская семья, мы знаем из исторических сочинений, насколько вся их жизнь была подчинена церковному уставу. Так что царь, понимаете, с утра там шел, ну, конечно, были разные, более благочестивые, менее благочестивые, но обычно, так сказать, царь регулярно посещал службы, причащался, там, советовался с патриархом, понимаете. Вот. Земские соборы, решающие политические собрания русского народа, тоже организовывались по типу церковных соборов и всегда, так сказать, проводились вместе со священством, с молитвою. Так что вот это вот присутствие, можно сказать, божье присутствие в исторической жизни России – это, в общем-то, факт неоспоримый. Может быть, самым главным здесь являлось понимание жизни не просто как удовлетворение вот таких человеческих потребностей, там, как говорят, материальных и духовных, а понимание жизни как служения. Николай I, например, говорил, что я считаю, что служить должны все. И этот оболганный в нашей, так сказать, последних двух столетиях историографии царь, так сказать, может показаться, что это, так сказать, что-то такое дикое, но на самом деле это было слова глубоко верующего человека, который понимал, что за жизнь придется отвечать, что жизнь – это очень ответственное дело. И жизнь, и то поприще, которое тебе в жизни достается, оно, в общем-то, достается, несмотря на человеческие усилия, твои собственные, в общем-то, по воле Божьей, и за это придется держать ответ. Жизнь есть служение. Вот, так сказать, чем держался, так сказать, русский человек, и, можно сказать, русский космос, если хотите. Космос, причем, понимая, здесь космос политический. Внешняя политика, как я уже сказал, она тоже, так сказать, была теснейшим образом связана с христианскими ценностями. То есть, на полях сражений русская кровь проливалась постоянно за братьев-христиан, освобождение болгар, греков, сербов. Многие участия, например, русских войск в европейских компаниях очень часто было связано именно с ограничением антихристианских сил, те, которые выходили, так сказать, на арену политической и военной, так сказать, деятельности. Россия в этом смысле очень рано научила себя чувствовать Третьим Римом, страной, которая отвечает за христианство. Поэтому совершенно не случайно то, что идеи, например, связанные с завоеванием Константинополя, так сказать, ведь они были там в XVIII веке, так сказать, настолько популярны. И во внутренней жизни, и во внутренней политике, и во внешней политике вот эти вот христианские начала – это было как бы, так сказать, вот такая определенная алмазная сеть, на которой строилась вся, вообще говоря, культура и вся цивилизация российская. Сегодня Россия понимает себя как продолжательница исторической России. И в этом смысле, естественно, вопрос, так сказать, насколько мы храним вот эти вот начала. Народ хранит вот эту идею жизни как служения. Но встаёт вопрос, кому служить, чему служить. Служить России, но Россию можно понимать по-разному. Понимание построения светлого будущего здесь, на земле, как мы знаем, трагически провалилось в нашей стране. Да никогда русский народ и не собирался вообще, говоря, строить Царство Божие на земле. Строить жизнь только для того, чтобы удовлетворять свои так называемые возрастающие материальные духовные потребности – этого тоже не было никогда в нашей культуре. Вот эта сверхценность, которую русский народ находит в церкви, она присутствует как определенная ценность национальной психологии, национального духа. Но она недостаточно подчёркнута в нашей сегодняшней политике. Точнее говоря, она недостаточно артикулирована. Хотя мы замечаем, что тяга народа к православию, к полноте церковной жизни просто удивительна. Достаточно вспомнить последний 100-тысячный крестный ход в Санкт-Петербурге в день святого благоверного князя Александра Невского. Это был крестный ход, который, в общем-то, стихийно возник. Конечно, церковь послала священников и так далее, но то, чтобы 100 тысяч вышли на улицы и пошли за иконами, за хоругвами и пели бы «Акафист» святому благоверному князю – это народный порыв. И поэтому необходимо его поддержать. Необходимо поддержать его и политически тоже. Что для этого требуется? Для этого требуется повышение нравственного градуса нашей жизни. Необходима пропаганда всего, что связано с этими нравственными движениями сегодняшних наших людей. Есть ли у человека большая семья или совершил ли он, так сказать, какой-то подвиг по защите Родины сегодня, не вчера, не во время Великой Отечественной войны, хотя и это тоже важно, но вот сегодня. Важно это подчеркнуть, рассказать об этом. К сожалению, мы видим этого очень мало. Наши средства массовой информации, которые на 95% являются сегодня антинародными и антигосударственными, они постоянно почти любую инициативу какую-то положительную, если она стихийная, если она государственная, отвечают совершенно безответственной критикой, которую хочется назвать критиканством просто. И этим ёрничеством, вообще говоря, полон весь эфир. В этом смысле требуется, конечно, здесь реформа всего нашего медийного пространства. Очень хорошо сказал здесь ныне работающий министр культуры наш, который сказал, что нашей интеллигенции нужно перестать заниматься мазохизмом. Это сказано достаточно интеллигентно было, потому что этот мазохизм нередко исходит от уз людей, которые не в себе что-то видят плохое, а которые хотят, на самом деле, опорочить традиционные ценности России, русского народа, её истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Если же говорить о внешней политике, то сегодня для России очень остро стоит проблема союзников в мире. Существует такая формула «стратегическое партнёрство». Оно нередко употребляется в нашем политическом лексиконе, но иногда чувствуешь, что это просто некоторый жест, за которым скрывается на самом деле глубокое политическое одиночество России в сегодняшнем мире. А это вопрос очень серьёзный, потому что мы видим, на каких острых гранях балансирует сегодня внешняя политика во всём мире. Кто будет нашими союзниками? Что мы будем защищать? Что мы можем защищать из конвенктурных соображений? Например, где-то у нас есть база, там, понимаете, или так далее. А что мы будем защищать так, что матери, посылающие своих сыновей умирать на полях сражений, будут благословлять их на это? В этом смысле, может быть, несмотря на всю политическую конъюнктуру, всё сильнее проявляется мотив нравственного единства, связывающего между собой народы. Те принципы единства, которые существовали и были, так сказать, так сильны в 20 веке, это единство экономическое, единство идеологическое, как показала жизнь, на самом деле они не очень глубоки и достаточно поверхностны. И в некотором смысле они были испытаны в 20 веке и почти отброшены. И в этом смысле всё острее проявляется вот это начало нравственного единства. Ну, какие можно здесь привести примеры? Например, такие сложные отношения с Украиной. Но невозможно представить, что Россия начала бы воевать с Украиной. Скорее, так сказать, государство сами по себе развалится, чем русский народ начнёт воевать с украинским народом, с которым у нас единая вера. Я сейчас говорю именно о вере, о нравственных началах, а не только о том, что у нас много очень родственных здесь связей с людьми, живущими на Украине. Другие примеры. Например, Сербия, расколотая сегодня на части Сербия. Несмотря на все сложности её внутренней политики и взаимоотношения её с Европейским Союзом, сербы очень хорошо поняли, что та помощь, которая им действительно нужна, она может прийти только из России. Всякая другая помощь будет не просто небескорыстна, это само собой, а она по духу будет не та. Я помню, как в одном черногорском селении отдыхал там и во время праздника сидели там после литургии за столом с местными, в общем-то, простыми людьми. И я упомянул имя Суворова. И мой собеседник встал и сказал, когда говорят Суворов, я встаю и крещусь. Так вот, балканские народы не просто благодарны русскому народу и помнят это. Они всё острее понимают, что их участие в Европейском Союзе и их связи с Россией, они не только различны политически, но они имеют под собой ещё определённую нравственную, духовную, в конце концов, религиозную основу, которую на самом деле никак переделать нельзя. И вот в этой ситуации, когда у России сегодня в мире так мало друзей, друзей, так сказать, настоящих, с которыми дружба скреплена не просто общими интересами или общими победами в истории, а общей верой, прежде всего, общими жизненными ценностями, когда в ситуации, когда вот эти вот начала проявляются всё сильнее, конечно, России следует больше использовать вот этот вот духовный, христианский ресурс во своей внешней политике. Надо всё активнее разоблачать этого тарана толерантности, который, так сказать, вроде бы хочет сказать, что и ты прав, и ты прав, все правы, но который странным образом уничтожает собственный народ и его собственную культуру, где моя собственная культура, можно сказать, мой отец, моя мать, они становятся, так сказать, всё равно, что в ряд других людей. Нет. То, что... за что... чем жили мой отец, моя мать, мои деды, и что досталось мне в наследство, это есть я сам, это историческое измерение России, это есть я сам. Выбор святого Владимира Красного Солнышка, это есть мой выбор. И поэтому говорить, что это так же одинаково, как и другие веры, это значит предавать собственный народ. Этот идол толерантности сегодня приводит к тому, что в Европе мы видим, господствует нравственное разложение. Возникает впечатление, что вообще сам ад восстал. Речь уже как бы идёт не о политике, а речь идёт о сокрушении. Вся политика как бы сводится к тому, что сокрушаются совершенно традиционные нравственные ценности, утверждённые в Библии, так сказать, данные нам заповеди, данные ещё, так сказать, самим Богом нам, ещё десятисловие. Вот отход от всего этого – это, конечно, не наш путь. И, так сказать, многие люди на Западе тоже очень не согласны вот с этим, с этой толерантностью, которая разрушает все традиционные основы человеческого существования. И они с надеждой смотрят на Россию. Вот что удивительно. Некоторые даже переезжают просто сюда жить. Редактор субтитров А.Семкин Недавно, так сказать, весной был во Франции, заходя в католические храмы, там лежит литература, в которых священники, богословы, миряне подробнейшим образом объясняют вред вот этих вот новых гендерных представлений, этих извращённых представлений о семье. И люди выходят на тоже на многотысячные демонстрации. А тем не менее, как говорится по-русски, Васька слушает да ест. Понимаете? Элиты, руководящие, политические элиты, прямо придают вот эти вот ценности и чаяния своих же собственных народов. Для России во внешней политике в этом смысле есть определённое преимущество, потому что мы видим, что наше несогласие с элитами здесь политическими, оно оказывается единодушным с мнением народов этих стран. И это есть большой ресурс нашей внешней политики, который нужно, конечно, использовать. Традиционно Россия от Екатерины Великой до Путина, можно прямо сказать сегодня, выступает именно таким как бы гарантом христианских ценностей в Европе. Только сегодня, конечно, на это нужна ещё особая решимость для того, чтобы сравняться нам с нашими предками. Здесь хочется, перед Россией как бы ставится вопрос, вся мировая конъюнктура как бы ставит вопрос, готова ли она быть вот этим вот мировым защитником традиционных христианских ценностей сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Опыт дехристианизации современного мира, опыт разрушения традиционных нравственных устоев, на которых держалась европейская культура много столетий, показывает, что несмотря на все благие пожелания, тем не менее, эти христианские начала могут быть разрушены, используя административный ресурс. Средства массовой информации, которые во многом зависят от властных структур, они могут быть разговорами о толерантности, о прогрессе, о новых технологиях, заболтать, опорочить и сделать непритягательной вот эту тему нравственных ценностей, на которых держится жизнь человека. В этом смысле ответственность ложится, конечно, на верховную власть. И в этом смысле для существования церкви всегда нужен был в истории удерживающий, о котором говорит нам Новый Завет. Сегодня церковь, конечно, обрела свободу, и свобода – это очень драгоценно. Она может соборно решать свои внутренние вопросы, решать вопросы своей организации, вопросы образования и так далее. Церковь в этом смысле свободна от государства, но она не свободна от народа. И если ее пытаются оболгать перед глазами народа, а мы видим, какая стервенелая кампания против русской православной церкви была развязана за последний год, то, конечно, государство здесь должно защитить церковь, потому что церковь – это выразитель нравственных устоев народа. Нельзя, так сказать, безнаказанно оскорблять свою мать и уничтожать те начала, на которых держится вообще сама жизнь в нашем обществе и в нашей культуре. Поэтому вот эта идея удерживающего, идея власти, которая все-таки поддерживает эти нравственные начала нашего народа и защищает его, она очень важна. Таким удерживающим в истории христианства был и Константин Великий, и Николай I, и Александр III, и Николай II. Перед сегодняшней нашей верховной властью также встает этот серьезнейший вопрос, готова ли она поддержать те начала, которыми всегда жила история нашей страны и нашего народа. Готовы ли она поддержать эти начала для того, чтобы для всего мира светили вот эти вот начала христианской человечности? Свят, 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 есть и Боже, Богородицею помилуй нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин